Одного голема выпулю, а потом маленьких Смотри, либо ты бафаешь свиток, либо ты бафаешь баф Мы же в прошлый раз в принципе ничего не скипнули, да, по факту? Мы ничего не скипали, просто идем и идем Я понял, да, что здесь скипать, это тебе дороже Да, она мне очень пахнет Особенно когда потом высокие ключи будут и фото подешевеют После тупо бить пот на каждом паке намного выгоднее, еще на весь пот на один пак Тут неудобно очень скипать потами Три, два, ага, и вихрь там, клинков точно тебя же не феряет в этом состоянии Ты меня в принципе не феряет И это верно, воинов не феряет, ведь если под вихрем клинков они влетают в кого-либо То они не подвержены никаким эффектам контроля Всем привет, с вами Прием Сегодня рассмотрим гробницу королей И начнем с самого старта Первые мопцы, големы, делают при себе небольшой конус И от него просто-напросто нужно уйти В тот момент, когда у мопца остается мало хп Он ускоряется и все его кливы становятся по кастам чуточку быстрее Поэтому стоит проявить большее количество реакции для уклонения от таких кливов Также встретится нам пак из прислужников Зула Маленькие мобы в виде исчадий тьмы Которых нужно просто-напросто либо зауешить, либо законтролить Все зависит от сетапа вашей группы Есть ресторуид, киньте вихрь урсола Есть совушка, пускай даст тайфун Есть вар, пускай влетает под вихрем урсола Есть вар, пускай влетает под вихрем клинков Есть монах, пускай влетает и дает стан В тот момент, когда мы перейдем в комнату с боссом Юзаем кружочек, алтарь Вылезает 4 пака мобов Колдун является самым опасным мобом Потому что делает каст залп стрел тьмы Его стоит прервать, ведь он снесет где-то половину хп В зависимости от ключа Чем выше, тем больше А если модификатор укрепленный, то чревато ваншотом Также в виде патрулирующих мобцов будут ходить прислужники Зула Они будут переходить от пака к паку Но в итоге они зафиксируются в том месте Где мы будем переходить к следующим трэш пакам К следующему боссу И к прохождению этого подземелья То есть они бы ушли туда, где стоит самое большое количество мобцов Вот сейчас заспану бы они туда ушли Если мы как-то промедлили Все спокойно убивается Все спокойно кливается Косты кикаются, от вихря отходим В щит не бьем Тут больше сказать нечего Что упадет? Кожа эта, латная Да Он заруинит нам Пока мне кольцо до 80-го упало, которое мне тоже нахер не нужно Он тоже заруинил, короче Не, ну смотри, ты открыл для себя доступ к передаче 80-х колец Нихуя я сказал Да Сейчас бы все кольца 80-е перезалит Ты, кстати, слышишь, как ты его в оба слота надень? Я уже сделал это и снял его успешно Тот не дизай Главное, кто снял успешно, это самое важное Появился, пройдет снятие Ну типа я иду в инст, вдруг тут какие-то еще интересные мобы есть, а я с кольцом на руке Я сними с большого Как так, шо? Чего? Ой, я вообще орать буду, если ему 85-е упадет Но тут 65 и выше падает в девятке Они у тебя его отпустят А, это так работает? Да? Океишки Интересно Матушка не дождался, короче, да? Прошел спать Так и запишем Ведет себя как стример Во время стрим-марафона спит Он подходил, что ли? Он в ТС до сих пор сидит Отойдем Главное не на меня, я разъебу это чуть-чуть Золото в печеньку, босса в треугольник поведу Пью пока, пью пока чуть-чуть За почему печенье? Все, давай отчет А, вот печеньку на югорную Босс Первый Золотой змей Все, что нужно о нем знать Так это то, что он делает плевок золотом в какую-либо цель Эта цель подвержена дебафу С этим дебафом нужно выбежать Желательно в одну точку Чтобы мобы шли некой дорожкой к боссу Для более простого контроля всех этих капель Бить их не обязательно Самое главное проконтролить Если капелька зайдет к боссу То дамаг у босса вырастет на 30% По-моему, за каждую вошедшую каплю Ну и также он считается тысяч на 200-300 Не помню, зависит ли это от ключа Но лучше так не делать Также у босса небольшая ОЕ-шка присутствует От нее просто-напросто нужно выбежать Ну а удар хвостом На самом деле кажется то, что он ударит хвостом И не нужно стоять со спины Но на самом деле он просто по танку бьет ударом хвостом То есть с руки, скажем так С крыла, с рта, змеюка Непонятно на самом деле Капельки можно кидать в паралич Капельки можно кидать в вихрь уж соло, станы И забанить варлоком их, наверное, даже можно То есть очень много манипуляций с капельками можно сделать Раскидываем в айды таким образом Даем геру на первого босса И спокойно его сносим Босс не предоставляет никаких трудностей Если у вас так же будет в группе фрост мак С ним будет в принципе все идеально убиваться и контроляться Ну а как я буду вести от капель? Я не могу через стены ходить Ну я лосовый пиздец Суть вот в чем Ну я сейф прожал, все окей Я замерзал лос Камень Бедный Ну это, вы босса бейте, не капли Капли замедлятся Мы стоим в полной вихре Яка, что-нибудь съешь? Там килка стоим Да, килка стоим Еще отпинься Ага, еще капли вылазили Да все уже Все Не контрольте уже Все лук Малышка, кей Ееее Сука Да мужика стоял Тебе надо было сказать, мы тоже стояли Не, с двумя миликами конечно неудобно Я рейс на фейпе А ну ладно Ше селфи и тебя отменил рейсой Рейсой Ты убежал Сейчас Как сложно Вы не торопитесь На плюс один Если сильно не фейлиет Это легко пройдет Вопрос В боссе С топорами Пройдем Нет, пройдем Если вайпнемся То тогда начнутся проблемы А где там вайпы с топорами? А где там я тоже не могу В смысле на лас фазе как бы Ребаф Там лас фаза это кула с топорами Ну видишь У нас два милика как бы Надо ребаф Ребаф В центр поставь и уклоняться там не надо Ребаф Так а че ребафнем то? Вопрос не про уклонение, понимаешь? А че там еще делают? А просто На чем-то убивать я тоже не могу понять Нет Что будет убивать тотем? Тотем я убью Тотем только на второй фазе есть Тотем с момента призыва бабки Вот вопрос когда Дошли мы до самой интересной части этого подземелья Хотя на тираническом модификаторе не особо это ощущается тут На особо веселее На укрепленном Коридорчик Комната Из-за Особенных Четырех паков Мобов Первый пак который Был нами убит Все они вызываются абсолютно рандомно Это Хантер и Питомец Хантерша девочка Стреляет Стреляет Обычными выстрелами На самом деле не обычными А весьма больно бьющими Раскидывает воиды И На этом по-моему ее арсенал способностей кончается Нужно просто выходить из воид зон и выхиливать выстрелы Ящер механик уже поинтереснее Он напрыгивает на цель И делает перед собой Фронтальные кливы Весьма частые Нужно просто-напросто отойти от этого ящера и все Второй пак который у нас вылез Это Король С милишными мобами Ничего серьезного Просто все спокойно Ауешатся Ну а также Различные косты которые Можно Как либо Рассеять По-моему это считается Ядом Так что на своем танке монахи Я могу Быть Группе Полезным Третьим паком у нас вылез Пак из Трех мобчиков Один из них Делает АОЕ каст Как элементаль в Свиделище штормов Можно отойти От этого АОЕ участка Рядом с Этим королем А можно Дать какой-либо Тайфун И при этом Его потоковый Каст прервется К стану Он Не восприимчив Метка крестик Висела На мобце Это Моб Хил Метка Череп Которая висела На мобце Ему можно давать Станы Только он восприимчив К станам Из этого пака Кресту сбиваем Касты Ну а черепу По желанию Можете закидывать Станы Ну а тут Самая интересная Комба мобцов Девочка Кастер И Мальчик с топором Что нам нужно знать Убиваем девочку Из-за того что она Кидает контроли Чтобы снять С человека контроль Его надо убить Убивать мы Человека конечно же не будем А мы Быстрее убьем На таком сетапе Модификаторов Именно ее И при этом контроль Сбросится Вихрь Вихрь клинков Может Затаргетиться На какого-либо Питомца Также на Статую Это весьма полезно И Весьма удобно Так как Абсолютно Все такие Структуры Все Вызванные нами Игроками Ады Получают От АОЕ дамага Либо Ноль Либо На какой-то Процент Меньше Вихрь клинков АОЕ способность Поэтому При направленности На Ада Все становится Гораздо проще Моб Голем Делает Удар В сторону Танка Не в самого Танка Самое главное Нужно его правильно Развернуть Заспавнить Войдзону И Бьет на 360 градусов То есть Он просто Прокручивает Фул круг Не думайте Что Он где-то Остановится Нужно Пробежать Полностью После хиллера После ресурдруида Это наоборот Повышение Ну и? Да нет конечно А кто-то юзает сейчас Редпика Ну понятно Редпика это дамажит Но А как они полезны Их На первом КД Они были очень сильные Потом их Нерфили Их очень сильно Нерфили И Я не знаю даже Что с ними Риктор плачет Он в унынии Или норм Да Норм Вроде Он будет Три из себя дисперсон Да Да Отвратительный босс Пошли Он 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 Мопцы капли Которых в этой комнате примерно штучек 16 Вешают дебаф Который замедляет Также кидают войд зоны на пол Также при смерти оставляют Лужицу яда Выходим, яд диспелим Если все таки попали под него И спокойно их убиваем Также в этой комнате присутствуют два голема Мопцов Эти големы имеют упрощенную механику Погребения, весьма схожую С боссом Все, что нам нужно сделать, это кликнуть По гробу На стороне этого голема Тот, который будет отмечен Шестереночкой при Наведении на него За себя и за нет Говорить Ну тоже неплохо Ну, мути получше будет, наверное, сейчас Потому что эти балансы все это делали просто О, Гогера подождем Гогера Хорошо Может, босс на этого, на третьего босса Откатится Не откатится А, откатится, хорошо Точно откатится Ну, к боссовому боссу откатится К ластовому, а к пред ластовому На совет нам надо Пред ластовый босс Ластовый моб на совете Короче, го Куй знает, ротация не меняется Похуй вообще Ну, этот тоже неприятный, да Ну, этот вообще неприятный За счет издеветовых трейтов Посмотри на его дамаг Чем он дамагает Взгляни Чекай Я специально вывел на второй Слева смотреть тут Экран деталился Чтобы Тебе было проще рассмотреть Нет, я просто буду одним глазиком Потреблять А я поехал, короче Сражение с боссом Не предоставляет Какой-либо трудности Он, как уже было сказано ранее Закидывает Какого-либо человека В один из четырех гробов У этого человека Меняется панель интерфейса Остается лишь Одна-единственная кнопочка Кнопка Стука Этому человеку Нужно Нажимать ее Один раз И не более Для Ачивы Хоть сколько Можно В принципе нажимать Если Достижение у вас Уже получено Кто ходит За достижениями В миф плюс Плюс в чат В комментарии Вернее Так вот Гру Там просто фишка В том, что Как там Первые четыре босса Они все Игзикютовые Даже пять На самом деле Первый проблем Босс негзикютовый Он Зуб Там Там Не грибы Где-то Миротворец И морой Учитывая, что Хайло Выпуски Не соберешь После рейда Крайне Динамичный Динамический Трэш Итак Нам нужно Сбивать С глаз Нам нужно Убивать Тотем Нам нужно Не стоять Перед мордой У берсерка Нам нужно Уходить От прыжков Кровавых У этого берсерка При пуле Ящеров Нужно Отходить От их Морды Аналогично Тому Ящеру Который Был В коридорчике После Первого Босса При пуле Охотнице Нам не Нужно Стоять Перед Ее Мордой Во время Обстрела Ядом Точнее Механика Его работает Так, что Обстрел Ядом Фокусится На Одного Человека И По нему Летит Ауе Каст Если В зоне Между Этим Игроком И Боссом Были Другие Игроки То На них Также Пройдет Дамаг И Повешается Дебаф Яда Крайне Неприятное Зрелище И Уж Лучше Человеку С обстрелом Яда Отвернуть Хантершу От Всей Группы И Патрулирующий Громила Нас Еще Будет Ждать Все Что нам Нужно О нем Знать Так Это то Что он Делает удар По земле Это Каст Делающийся Раз Примерно В 10-15 Секунд И Каст По времени Произнесения 2-3 Секунды Нужно Просто Выбежать От Этого Мопца Либо Если же Мы Не Не Бегать То Нам Стоит Найти Относительно Невысокий Потолок И Все же Придется Ловить Этот удар По земле Скорбью На лице Это весь Трэш Который Приведет Нас К третьему Боссу Да Как они Просто Разлагаются На После Прошлой Недели Да Ощущается Го Берсерка 3-2-1 Го Чоса Расскажешь В субботу Пойдете Или Воскресенье Да В субботу Че-то Блядь Мне не нравится Второй Босс Пиздец Вы его Зергить будете Или все-таки По нормальной Тактике Я не знаю Еще Блядь Он Багнутый Пиздец Начинается Лучи Минус 9 Еще Даже Не дошли Люди Просто Умирают А нахуй Вы на Багнутых Боссов Идете Вот Пацаны Сейчас Некоторые Пошли В нормал Не Я Мы Прошли Все Мы Прошли Героик Мы Прошли Нормал Мы Пошли Мифик Думали Первый Босс Будет Сложный Убили Со Второго Пола Первым На первом Проверили Как Танков Пробивает В итоге Там Лаяска С Расхабом Под Паладином Все Это Делили Втроем Больше Никто Не Делил И Че Та Как Та Блядь Пулю Убили Все Он Умер Ну А Нахуйня Пошли На Второго Босса Пока Поняли Где Он Убивает И Как Он Убивает Что Случилось Что За Баги Ну Нет Смотря В каком Аспекте Перешли В третью Комнату Все А Ноксик Нет Вообще Нахуй Закрой Закрой То есть Нормально Мы Если Ход Ход По 100% Ничего У нас Времени Еще Сейчас Еще Баги Все Хочется Скид Да Его Проще Убить Там Проще Скид Мне Кстати Опять Обратно Как Ты Пойдешь Скид Там Три Мома Так Что Это Я ХЗ У него Сейчас За 20 Секунд Убьем С Этими Багами Че Делать Ну У 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 Ну Подожди Посмотрю Что Будет У У У ДПС Ранки На Стак На Прогрессе Чек И Сим Крат Чек В Зачаг Ров Перековать Мутиков Там Этих Самых И Короче Прям Зайти Как он Стоит Бел Спула И Будет По Нему А Там Именно Так Там Да 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 Две Минуты Пять Секунд Две Минуты 4 секунды, 2 минуты, 6 секунды в блоге, 450 тысяч дпс рейдовый под конец боя. Вы же боитесь в бан за это улететь? А при чём тут баны? А при чём тут бан? Это обуз гиром. Они ничего не делают. Это обуз гиром. То есть, а ты не боишься Эдми в бан или за то, что ты в нормале, в нормале убил за БЛ босса? Первая комната, да. Это чисто механика, хочешь сказать, посчитается? Ну окей. Это механика. Они же не пулят сразу в третьей комнате, они пулят в первой, и в ней уже убивают. Мы спулили босса, просто бьём его, взяли, убили. Да ладно, давайте. Ну понял, о чём я. 24к средний дпс человека должен быть сейчас на кедре. Беги, малыш, как иди! Хуя себе. Хуя себе. У рейдов и 450к. Хорошие проки. 25к средний, с учётом танка и хила. Ой, не 25, а 22,5. Босс совет. Три босса, которые появляются относительно в случайном порядке. Посмотрим каждого. Первый у нас вылез моб голем. Босс, вернее. Каст. Прорыв. Самый обычный рывок, который нам нужно поделить. На кого-то человека будет ставиться глазик, и он убегает чуточку подальше. Нам же нужно встать в расстояние между этим игроком и боссом. Для делёжки дамага от этого заклинания. Также это заклинание будет повторяться в тот момент, когда босс является неактивным. То есть, после убийства боссы повторяют свои способности. Конкретно у Заназала Мудрого. Это кастер. Увы. Конкретно у Акаали, у этого голема. Это каст прорыв. То есть, он также будет чаржиться даже в тот момент, когда мы его убьём. При битве с кастером этим, который ставит тотемы, вы это увидите. Что ещё стоит знать? По танку он вешает контузящую плеуху. Танковский каст, от которого можно уклониться, либо спарировать. Если всё-таки по вам прошёл дебаф. Дебаф весьма опасный, на самом деле. Он увеличивает получаемый дамаг в 3 раза от физического типа урона. И в итоге нам просто придётся кайтить. Другого выхода не придумать. Далее у нас босс тотемщик. Ставит 4 тотема. Каждый уникален по своей механике. Взрывной тотем взорвётся через 6 секунд, нанеся большое количество урона всем игрокам. Зачастую это просто-напросто ваншот. Это самая первая цель, которую нам стоит убить. Вторую цель, конечно, вы сами можете для себя выбрать. Но я бы рекомендовал громовой тотем. Он прерывает использование способностей под конец своего коста. Ну и также немного ао ешит. Третьим можно выбрать тотем потоков, чтобы освободить ранжей от бесконечной пляски с void зонами. Ну и остается тотем земляной стены, который щитует босса периодически. Также будет каст выброс яда и после смерти и во время жизни этого босса мопца. Его просто-напросто надо сбивать. Ну и тотемы также появляются после смерти этого босса мопца. Последним боссом у нас вылезла девочка с топорами. Запускает два топора, которые крутятся и отдаляются от босса. То есть с точки запуска нужно правильно прочитать траекторию. Я же люблю ставить босса в центр и вот так вот красиво-красиво все это дело запускать. Если у вас все плохо будет с мобильностью, с передвижением, вы как-то начнете захлебываться в энкаунтере боя, то тот таргет, на котором будет висеть прорыв, можно отдать просто-напросто. То есть человек умирает, ну и вы кидаете на него БР. Тем самым вы не подвергаете четырех других людей выпаду с платформы, так как топоры при впадании в них отталкивают, ну а еще вешают тикающий дот. Хотя какая разница, если вы упаете вниз, на самое дно от этого топора? Это крайне грустно. Нет, будет позитившиться. Мы их абсолютно всех любим. Поехали. И уважаем. Подожди, что? Пожалуйста. Где-то должно лететь. Да, меня привезли сюда. Четко. Оп. Поехали. Я бегу только-же. Ладно, давай, ты сам. Давай отдыхай, матушка. Ты завтра будешь днем, нет? Днем? Завтра? Или работа у тебя? Ну, мне хочется работу сделать. Я чарных убью. Так, ну, это легче, чем украшевая. Тень Зула очень сильно напоминает рейдового босса. Спаунятся войд-зоны. Их нам нужно закрыть, иначе будет ауешить по рейду. Также призываются маленькие мапцы, прислужники Зула, которых мы видели в старте подземелья. Ну, и ауешечка. С ней человеку нужно отойти подальше от всех, чтобы она ауешнула как можно меньше по нам. Играю, я даже не уловил его в фразочке. Пять чуть-чуть надо. А какой же езинственность, если вот этот босс убивает? Без трэш. Отведи сразу на правой, знаешь, да? Туда, вводи, и там играем до конца. Найс. Как, а че ты же все равно пот не пил? Я пью пот и, алло. Я чекаю по ротации, ты не выпил пот. Да, у него там все ротации видны. Где я не выпил пот, подожди. Сейчас не выпил, да? Сейчас. Ну, потому что я приказ не могу сделать. Когда я не делаю приказа, нахер этот пот. Вот так вот, да? То есть. Цитаты великих людей. Запомните это. А мы перейдем к рассмотру босса. Итак. Рассматривая босса, можно сказать, что он весьма быстрый и имеет при себе весьма хороший арсенал способностей. Итак. Вихри. Которые крутятся в двух направлениях. Как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Как называется Порыв Борея. Ни к чему попадать в них, так как вешается тикающий дебаф. А я не думаю, что вы хотите ловить дополнительный урон на высоких ключах. Также он будет прыгать в какую-либо цель. И по мере удаления этой цели от других целей будет нанесено меньше урона по остальным таргетам. По танку будет идти серия ударов. Это периодически усиливающие косты, милишные удары. Так что просто-напросто нужно мини-макро сейвы какие-либо вжать в этот момент. Далее у нас два ящера, два динозавра. Первый прыгает, подобно тому ящеру, который был в коридорчике, при подходе к третьему боссу. Ну и в коридорчике, там где спавнились по два-три мопца после первого босса. Не особо опасно. Второй же ящер чуточку поопаснее. Он делает фир. С ним абсолютно ничего не сделать. Так что... Что нам нужно сделать? Просто терпеть и убивать дзалу. Ну а убьется он достаточно быстро, потому что весь наносимый урон по боссу перенаправляется на этого ящера. Но мы не забываем мультидотать и кливать. Почему бы и нет. Ну а на малом проценте хп босс просто начнет дико прыгать и делать все косты чуточку быстрее. И пойдут копии, от которых нужно будет уклоняться. Это последняя вставка моего монолога. Наслаждайтесь этим подземельем. Уклоняйтесь от копий. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Все. Ирак. Не. По поводу ID не понял. Ну как обычно. Города два раза я нажимаю по определенным причинам. кому нужно я я возьму я сто процентов возьму отчетом дайте я посмотрю ну да плач хороший спина дал я думал кольцо передает но спину я возьму а чё спин за спиной дайте уже сама ты даже не смотрел покурение хочешь потому что все поделили пока сейчас посмотри но ключ храм